Яркая избирательная кампания на Украине порождает свои шутки. На Украине любят говорить так. Если положить рядом фотографии Юлии Тимошенко и Сергея Тегибко, получается образцово-показательная супружеская пара. А если добавить к ним еще фотографии Арсения Яценюка, получается полноценная семья. Мама, папа и сын. На практике семьи у Тимошенко не получилось. Тегибко и Яценюк отказались ее поддержать. Не другие оранжевые принцессы говорят. Без этой поддержки у Тимошенко нет шансов, и ей осталось только предвещать фальсификации и готовить народ к Майдану. Украине нужен донецкий лидер. Голосуй за Януковича, и твоя проблема будет решена. Я подумаю. Че тут думать? Мы тебе бабла отвалим. Но не все в этом мире продается за деньги, и не все покупается. Ролик по мотивам «Аватара» получил широкое распространение в сети, но, по мнению оппонентов Тимошенко, шансов на победу не увеличил. За три дня до выборов в партии регионов говорят, что раскрыли заговор премьер-министра, задуманный ею от безысходности. Была, Тимошенко, задумана авантюра сорвать проведение выборов на Юго-Востоке. Прежде всего, вариант главный – это не явка членов комиссии, отсутствие кворума, а, соответственно, в 8 утра должны открыться избирательные участки. Люди уже пришли, а комиссия не работает. Постояли, постояли, начали расходиться. До сих пор для работы избирательного участка требовался кворум членов избиркома. В партии регионов испугались, члены комиссии от блока Тимошенко в день выборов просто не придут, и из-за отсутствия кворума участок не откроется. Раскрыв этот заговор, партия регионов провела закон, отменяющий необходимость кворума в избиркомах. Со стороны Тимошенко не замедлила последовать гневная реакция. Цей закон, который принят практически в экстренном режиме за два дня до выборов, меняет все правила проведения выборов. И, по сути, открывает магистральный шлях до полной фальсификации выборов. Я не дам пану Януковичу, который представляет криминальные угруппования в стране, затоптать паростки демократии в Украине. Как именно можно спасти эти ростки, пришлось уточнять журналистам. Премьера спросили, она выведет людей на Майдан? Абсолютно точно. Мы будем поднимать людей. В этом нет никаких сомневек. Но готовы ли сами украинцы идти на Майдан за Юлию Тимошенко, да и любого другого политика? На улицах Киева дают однозначный ответ. Вы знаете, я не готова вообще ни за кого стоять на Майдане. Никому это уже не нужно. Все устали. Мы уже были пять лет назад на Майдане, стояли. Я как-то абстрагировался уже давно от политики, поэтому стоять не буду. Мне надо работать, так что я не пойду никуда. Судя по накалу страстей на Украине, без разборок выбор не закончится. Правда, эти разборки, по всей видимости, будут проходить без участия избирателей. Михаил Рубин, Георгий Сарсеков, Инфокс, Киев.